превьюшечка сочнюшечка это да целых два клянчущих ролика подряд выходит но это же здорово по запросам телезрителей так сказать поехали дьявольский фрукт для нашего марима зора сегодня на повестке контентику заказывали просто дай взглянуть на него здорово хани на хату к нам нами на хату на связи готовьтесь кое-чему плотненькому и насыщенному через ролик после обзора на 1033 главу я опубликую занятное видео она уже готова и ожидает своей публикации так что подписывайтесь чтобы не пропустить и выставляйте колокольчики в нем будет минусование олежки и ему подобных по фактам по полочкам но на минималках анализ уровня 3 б класс зашел слишком далеко так что пора выкатить разминающий роличек перед просмотром хочу поблагодарить всех спонсоров на ю тубе и на бусте всем мужикам 2021 и не только мужикам 2021 громадные благодарства респект пацанам респект всем дворам респект поднимай руки вверх и один против всех теперь переходим к основной части видосика и так ноябрь можно назвать месяцем выклянчивание роликов у хани на дзуки предположим клинче нябрь или го ролик на тему нябрь много различных комментариев под разными видео о фруктах совпадали в желаниях подписчиков самое главное где проели всю плешь это конечно фрукты от подписчиков ролик уже выкачан и смотря как его встретили думаю вторая часть выйдет в следующем месяце раз в месяц можно будет проводить такую рубрику и второй запрос это но самым популярным и локальным запросом был именно ролик по фрукту зараджуры я конечно понимаю откуда такой нездоровый интерес к этой теме и поэтому откладывал ее до лучших времен но как видите время пришло на стримах через рулетки мы посмотрели уже сотни роликов различных садоводов и как я помню мы видели подборки фруктов для санджи и зора на канале они джима но те кто были на тех стримах видели мое негодование по поводу смысловой нагрузки ролика типа берешь пять любых рандомных фруктов таких как пико нами логия света и говоришь ну вот отличный фрукт подходящий санджи как раз желтенький я прям намазывал на месте очевидно что такие нереальные фрукты как например логия света будут в пору абсолютно любому персонажу это логия света в общем и целом как всегда негодуя стопейшего содержания подобного выражая моё почтение я уже тогда поставил себе заметку что если делать подобное нужно хоть немного разобрать свой ролик поэтому как вы понимаете в этом видео не будет высказываний а-ля логия молнии очень подошла бы зоро она укрепила бы его атаки и помогла бы ему в различных ситуациях ну для начала скажем что зоро в принципе не нуждается в силе фрукта и он выглядит плотной боевой единицы без него намного жестче чем если бы он заимел дополнительные возможности фрукт должен маломальски подчеркивать характер персонажа так как one piece это не реалити шоу где рандомный перс случайно находит рандомный фрукт нет это художественное произведение где автор старается наделить персонажа той или иной силой дабы подчеркнуть его колорит или сыграть на контрастах как в случае с кизару например сделаю ролик в виде топа и будем идти к вершине по степени синхронизации персонажа силой фрукта нашему накама зароджури подходит парочка интересных фруктов и сейчас я поделюсь своим видением опираясь на стиль письма оды какой же из фруктов мог бы быть ура раноа зоро пятое место зоро владеет бесшансовыми техниками сантурию его трехмечевой стиль это главная фишка персонажа по которой на старте приключения каждый второй узнавал его по стилю боя не зная даже внешности этого охотника за головами поэтому логично было бы укрепить данного персонажа символичным доисторическим зоаном рю рюноми модель трицератопс динозавр имеющий характерные три рога очень вписался бы в концепт персонажа даже по цветовой гамме трицератопс это зелененький динозавр ну конечно мы тут не из 3 б и вся символика заключается именно в его рогах этот фрукт как и все доисторические зоны очень плотный и могущественный подходит зоро как силовику и укрепил бы его давая дополнительные ништячки для техник сантурию далее не совсем так здраво как трицератопс но все же концептуально ему бы мог быть в пору ину ину нами модель цербер мифический зон бешеной демонической собаки с тремя головами плюс в том что все атаки и техники зоро базируются на демонических и потусторонних существах поэтому цербер также вписывался бы очень канонично пишите комменты что думаете по этому поводу и на этом мы закрываем пятое место данного топа переходим к четвертому месту хана хана номер фрукт робин параметция цветение частей тела также очень хорошо бы подошла зоро как вы знаете изначально паренек считал что чем больше мечей тем лучше что ж наградим его такой возможностью благодаря техникам робин зоро мог бы в бою отращивать себе хоть сто рук и в каждой навтыкать по мячу это уже вам не сантурию но подебоширить с такими страстями ему бы ничего не мешало врубал бы данного психа в себе в самые жесткие моменты и это было бы его мини ультой для разрешения особых ситуаций с этой параметцией вы все сами понимаете поэтому если хотите что-то добавить жду ваших комментов третье место супа супа номер параметция лезвий принадлежащие даст бонзу можно сделать вывод что в принципе данный фрукт не совсем подходит мечнику ведь за имением данной силы тебе в принципе не нужно таскать с собой разновидности всех режущих волющих орудий но я добавил это сюда по принципу клин клином усиление на усиление так сказать помимо своего мастерства владения катанами каждая из которых вскоре станет мэйто зоро мог бы во время битв покрываться еще кучей лезвий и маневрировать отбивая атаки других мечников еще успешнее такая сила ему в принципе бы не помешала особенно когда бы он покрывался полностью волей подобно вергу но будучи в виде своих в освобожденных лезвий еще с тремя катанами покрытыми хаки то это был бы ужасающий монстр как вам такой остренький зароджура второе место отталкиваясь от прошлого фрукта где было усиление на укрепление тут другой принцип добавим к техникам зоро то что ему поможет в борьбе против таких же как он то есть силу которая по факту является для него очень неудобный сейчас я говорю о саби саби номи параметция ржавчины данный фрукт вы все знаете это просто имбовейшая имба против металлов и мечники должны опасаться этой силы а теперь представьте что такой жесточайший человек как зоро являясь мечником имеет такую силу тем самым обезопасив себя от подобного врага свои мечи он никогда не испортит по собственному желанию а вот в битвах на мечах против любых количеств любых уровней соперников являясь таким топом как зоро с данным фруктом ты не оставишь шанса ни единому оппоненту этот фрукт очень круто подошел бы зоро но на первом месте у меня более яркий концепт поэтому ставь лайк за данную идею и пиши коммент как тебе такое в руках зоро экстра места перед первой ступенью добавлю сюда два фрукта которые круто бы смотрелись на фоне зоро но с небольшой долей рафляночки один из фруктов это конечно же параметция ориентирования на местности с этим фруктом пользователь будет чувствовать в буквальном смысле окружение в определенном радиусе и иметь точное представление ландшафта якобы радар внутри головы с таким фруктом отпадает нужда воли наблюдения как таковой так как это очень специфичный фрукт немного отличается от гиро гирономии фруктовиолы маленький чоппер пообещал что однажды он изобретет лекарства от болезни зоро но если внести подобный фрукт то нужда в лекарстве от топографического кретинизма отпадает короче имба фрукт для зоро лайк за него думаю можно еще один фрукт подчеркивающий характер маримо о нем мы уже говорили в одном из роликов это логия спирта при помощи нее зоро мог бы организовывать себе любые напитки всех видов поглощал бы сам себя даже в безграничных количествах сами знаете как голова трава любит подобные вещи экстра бау местами у меня все если кто-то знает что еще было бы в пору зоро пишите в коментах будем обсуждать или угорать вместе если комент будет под 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 таким соусом а теперь к первому месту не знаю как вам но я вижу данный фрукт очень подходящим зоро как персонажу со всеми вытекающими и это хито хито нуми модель ашура мифический зон божества на уровень выше сэн-гоку так как там как вы уже знаете гигантская статуя будды а тут прям демонический тип мифического зоана учитывая то что зоро довольно серьезный парень и да ему бы подошли все предыдущие фрукты но как цельный жесткий общий план я вижу только ашуру с этим фруктом его сильнейшие техники обрели бы иной смысл и если задуматься о пробуждении этого фрукта то там гг колоссальная гг пищу для размышления я потом можете описать пробуждение данного фрукта именно в исполнении зоро самый достойный комментарий пожалуй будет закреплен по истечению времени не буду сильно расписывать и фантазировать на развитие этого фрукта оставлю это дело вам а сейчас спасибо всем за просмотр тем кто был от начала и до конца те кто клянчили этот ролик надеюсь теперь вы довольны и ваша душа спокойно все ради ногам и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить интересные ролики по нашей любимой вселенной отслеживайте меня в инсте кому интересно вступайте в дискорд нас уже тысяча в дискорде если есть желание и возможность поддержи канал на бусте этим ты делаешь анима мауричку счастливее покорим же все моря и станем королями вместе до скорых встреч бунчан хавы дьявольские фрукты переваривай арига то ой бой интонацию свою смени на то мечты а не стени губу забей на то смотри а то упустишь азы все мечты раздавит пэйнари хако ой бой слушай меня бой бой вытри крой воин мы из той воли ой бой